Добрый вечер в эфире подробности с вами Аишат Ибрагимова. Самой обсуждаемой темой с прошлой недели является известие о девальвации тенге. И это неудивительно, ведь каждого из нас беспокоит наше благосостояние. Напомним, на прошлой неделе президент страны на встрече с представителями бизнеса отметил, что этот кризис будет более ощутим для народа, чем предыдущий. Неминуемо пострадает развитие промышленности в нашей стране. Сегодня ситуация требует от каждого предприятия и правительства долгосрочных мер. Исходя из экономической реальности, нам надо внутренне и вообще готовиться к тому, что жить придется при низких ценах на нефть. То есть пессимистический вариант взять надо на вооружение. Если будет хорошо, это будет в нашем кармане. А если будет так, то чтобы мы к этому были готовы. Как только наша страна перешла к свободно плавающему курсу тенге, сразу же в некоторых регионах Казахстана цены на продовольственные товары несколько повысились. Так в магазинах Павлодарской области произошел рост цен на сахар, яйца, рис и окорочка. В Кустанайской области был отмечен рост цен на одежду. Повышение цен на некоторые товары было и в нашем регионе. И вот как 20 августа отреагировали актюбинцы на новость о девальвации тенге. Доллар подорожает и все опять подорожает. Бабки надо держать в руках. Вот здесь происходить нельзя никогда. Как-то без предупреждений, без ничего так все сделать. Если те, у кого были там все сбережения в инвалюте, то им как-то ладно еще. Простой народ даже на свою зарплату уже не может рассчитывать, можно сказать. Как сложится, как завтра будет. Это будут уже копейки. Он даже со временем может даже и продукты не сможет купить на эти деньги. Уровень жизни понижится, наверное, у людей. Покупательская способность будет ниже у людей. Конечно, это решение неправильное. Особенно таким людям, как мы, пенсионеры. У меня пенсия не очень высокая. Поэтому мне, конечно, у нас сейчас идет стопроцентное почти повышение тарифов. А на что же мы будем жить? В целом, в магазинах нашего города цены на продовольственные товары пока остаются на прежнем уровне. Однако о неминуемом подорожании импортной продукции говорят в Национальной палате предпринимателей. Как только на складах закончатся запасы, цены тут же взлетят вверх. А пока власти делают все для того, чтобы недобросовестные предприниматели не смогли воспользоваться ситуацией и не накрутили цены на продукты и другие товары. Изменения цены не должно касаться в данный момент овощей, а также мяса, молочной продукции. Больше долларов составляющие по таким товарным группам, как чай, масло сливочное частично, сыры, куры частично, а также окорочка. По ним мы сейчас пока повышение цен не видим. Мы знаем остатки, сколько у нас по городу у оптовых компаний. И сегодня, как они нам заявляют, эти цены не будут меняться до конца реализации данной партии. Следующая партия, когда у них будет закуплена, конечно, там уже будет другая цена. В некоторых крупных магазинах заметно изменились цены на электробытовую технику. К сожалению, влиять на ценообразование электробытовых товаров городские власти не в силах. Если товар был закуплен до подорожания доллара, продукцию должны продавать по ранее установленной цене. На импортные товары продавцы могут поднять цены, если они были закуплены после 20 августа. Такая же ситуация и с автомобилями. В некоторых автосалонах ценники менять не стали, а в других, напротив, цены изменились в тот же день, когда подорожал доллар. В непростой ситуации оказались те, у кого кредиты были оформлены в американской валюте. На сегодняшний день, да, понятно, что люди, кто брал кредиты в иностранной валюте, через себя какие-то трудности чувствуют. Но на сегодняшний день мы работаем по тому режиму, который был, по состоянию на 20 августа. То есть по старым нормативно-правым актам официальных изменений не было. Если будут предприняты какие-то меры, я думаю, что у нас дополнительная информация будет. Накануне стало известно о том, что уже скоро Национальный банк страны сможет поддержать казахстанцев, имеющих депозиты. В сентябре будет утвержден сам механизм выплат. Главный банк Казахстана компенсирует курсовую разницу для тех граждан, которые открыли депозиты до 18 августа. Напомним, в соответствии с поручением главы государства, все тенговые депозиты до миллиона тенге, готовые размещаться в банках на год без возможности снятия средств, будут компенсированы физическим лицам. А накануне представители власти и бизнеса сделали неожиданный вывод. Девальвация пойдет нам на пользу. Переход к свободно плавающему курсу тенге снизит издержки нефтегазовых компаний и позволит увеличить добычу и экспорт углеводородов. Положительные сдвиги коснутся и отечественных производителей пищевых продуктов и потребительских товаров. Мы провели предварительный анализ. В частности, у нас ожидается улучшение деятельности в ряде экспортоориентированных крупных предприятий, а также пищевой промышленности в Активинской области. Девальвация, уже успевшая встревожить не один миллион казахстанцев, ничего, кроме плюсов в стране, не принесет, заверяют власти. К примеру, существенно обогатится казна. Только в нашей области она пополнится немаленькими суммами за счет увеличения налоговых отчислений от крупных горнодобывающих компаний, ориентированных на экспорт. Взять хотя бы поступление от ТНК «Казхром», которые увеличатся на 4 миллиарда тенге. И еще на 300 миллионов вырастут налоги на добычу полезных ископаемых у ТО «Казахойл». Хочется только, чтобы вместе с казной выигрывали еще и люди. Цены пока стоят, по-моему, на своем уровне, но говорят, что поднимутся. А ваши ожидания, что же будет дальше? Ну, по-моему, будет так, что доллар поднимется, говорят так. А в дальнейшем, мне кажется, доллар уйдет с рыбка и может быть, быть, единая валюта с ограждением. В школьный товар ощутили, так как ребенка в школу собираем, в третий класс. Подорожали вещи, особенно турецкого, в Турции, который возят, подорожали. Возимый товар, и продукты, в принципе, подорожали. Все будет дорожать теперь. Вот начинается с 1 октября тепло, горячая вода, холодная вода. Меня по карманам не бьет, у меня маленькая пенсия. Ну, конечно, в моей семье вот это все вот, продукты будут дорожать, все будет дорожать. Я хочу, чтобы осталось деньги, мне доллар, российские рубли не нужны. Ну, конечно, процентов на 10, на 20, наверное, строительные материалы выросли. Продукты на некоторых рынках тоже ощущаются. Так, в основном, ну, скорее всего, негативно отражается тогда в обществе. Тут уже двояко смотреть, менять на какую-то другую валюту, по-моему, тоже резонно нет. Сейчас с такими скачками, наверное, просто терпеть и все. Вы знаете, тихо, спокойно, ажиотажа нет, увидели в магазине. Ничего я, по крайней мере, пока за эту неделю я не ощутила. Ну, я так считаю, что в магазине пока не поднимаются цены, пока старый привоз, ну, в смысле еще это. А уже с новым привозом будет на все подниматься. На масло растительное сейчас сказали, подняли там на немного. Ну, все-таки будет, 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 будет плохо, конечно. Ну, как, тяжело, но прорвемся. Что, нам впервые, что ли, в 90-е годы, вон как жили. Прожили же, выжили. А сейчас тем более проживем. Какие коррективы внесет в экономику нашей страны девальвация тенге и как это отразится на жизни простого народа, покажет время. А пока нам остается, как посоветовал наш президент, готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. А на этом на сегодня все. Мы напоминаем, вы можете стать нашими соавторами, если будете предлагать живые и актуальные темы. Наши координаты на ваших экранах. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова